Всем привет, вы на канале SkyNine и мы продолжаем прохождение Kingdom Rush. Сегодня нас ждут гибельные топи. Мне почему-то кажется, что здесь будет босс. Ведьма. Потому что вот в прошлой серии мы рассмотрели, здесь домик ведьмы. Там котёл. В общем понятно, что это дом ведьмы. А вот будет ли босс или нет, вот это вот я не знаю. Потому что у нас после этой миссии ждёт ещё одна. И по идее там должен быть финальный босс. Хотя никто не мешает сделать двух боссов. Здесь, к примеру, какая-нибудь ведьма. И в следующей миссии ещё какой-нибудь босс. Кто их знает, а? Ладно. Мы в прошлый раз взяли пильщика. Ну, мы проходили уровень пингвара. В конце просто взяли пильщика. Я хотел этот уровень пройти пильщиком. Вот только не знаю, стоит ли. Если там пойдут рыцари. Поможет ли нам пильщик? Вот этот вот очень нам помогал своими клонами. Они прям хорошо выручали. А этот, кстати, может запилить же. Просто насмерть убить кого-нибудь. Ладно, давайте попробуем пильщиком. Посмотрим, что из этого выйдет. Мало что в мире сравнится с гадким болотом, которое нам придётся пересечь по пути к замку лорда Блэкверна. Там со всех сторон слышатся таинственные напевы ведьм, ага, сливающиеся с криками диких хищных тварей, которых обратились те, кто ранче служил некогда благородному рыцарю. А из гнилых вод в него смотрят пустые глазницы многочисленных мертвецов. Да, всё-таки здесь нас ждут ведьмы. А вот босс или не босс, вот это мы и узнаем. Так, здесь у нас пойдут зомби, а тут ещё и отродье пойдёт. Ну тут, наверное, в первую очередь мы, как обычно, мортиру сделаем. Можно, кстати, сразу сделать теслу. И надо как-то вот сюда, сюда, можно ещё сюда маков поставить. Потому что если пойдут рыцари... Офига себе, тут спецэффекты пошли. Булька нет. Не, ну локация выглядит прикольно. Прям реально, будто мы в логове ведьмы. О, ещё эти звуки, блин. Не, ну атмосфера просто тут великолепная. Давай, пили. Сейчас будет очень хорошо, если ты запилишь вот этого чувака. Ну-ка. Нет? А, нет, он пустил свою эту. Ну запили ты его. А, или может сразу недоступно, возможно, да. Крысы. А, крысы пошли. Зомби и крысы. Так, чё-то как-то ты не хочешь пока пилить. Может на третьем уровне? Нет? Ну ладно. Ну, вроде никуда не торопимся. Давай-ка ты это, сюда идти. Это чё-то мы его пилим, пилим. Здесь зомби проходят. На, лови гранату. Ой, чуть не подохли. Ой, как-то мало он его, наверное, нанёс. Хотя, может пока он третий. А пилить, наверное, на четвертом уровне научится. Надеюсь, как минимум. О, да, всё. Хотя, блин, полудохлого зомби, это такое себе. Лучше какого-нибудь целого запилилка. Так, зомби. У два троти уже. Опа! Чёрная корга. А, вот, это ведьма. Подождите, получается... Не, пока непонятно. Может какая-нибудь королева ведьма? Я не знаю. Тоже может пойти же. Опа! Жутковатые дамочки в балахонах летают на метлах и бросаются заклинаниями. Летает жабье проклятие. Очень высокое сопротивление магии. А, то есть в магиях вообще не будут бить, да? Жабье проклятие. Получается, они наших воинов в жабь будут превращать? Собо они хп. Хп прилично. Интересно, они будут герои? Блин, а чё так далеко-то? А не, герои просто там лажит. Фух. Ну чё-то как-то жёстко. То есть воинов они прям контрят. Хорошо так. И куда она пошла? Варк. Давайте-ка, мы знаете. А, по башке. Чё с этой делать? Давайте, да бейте её! Ух, успели. Так нам, наверное, мушкетёра здесь надо сделать. Потому что если не мушкетёр, то кто? Как варги. Угу, китанская крыса и крысолак. Потому что если мы не сделаем мушкетёров, то маги, наверное, им особого урона не наносит. Потому что у них прямо написано было, что очень высокое... высокое сопротивление магии. Ой. Хорошо так взорвался. Ой, и крыса, блин! Я не заметил. Блин. А, это не крыса. Это варг был. Это ещё более печально. Варга-то пропустить. Хотя мы столько раз пропускали. А, блин! 17 штук. Вот мы и приплыли. Без мага я не знаю, как остановить. Да. Что-то мне даже хочется перепройти. Но я хочу проверить, а вдруг мушкетёр тоже сможет мыть их ваншотнуть. Если мушкетёр выйдет и ваншотит, то... Можно будет ещё одно мушкетёра сюда сделать. И... Думаю, потерпим пока. Куда улучшать бы его? Вот это способность открыть. Блин, все уже прилетели. Потом они сразу тохнут. Точнее, просто исчезают. Да, подождите! Рыцари-скелеты! Это не эти. Блин, я уж испугался, что 17-го этих вот ловителей пойдёт. Безрачных. Ёлки-палки. Я всё думал, где они, где они? Там, оказывается, блин... Рыцари-скелеты. Всё. Кстати, возможно, даже вот этих вот... Рыцарей здесь не будет. Здесь нам ведьмы будут мешаться. Так. Куча вардов. Ух, а я со страха тут ещё мага поставил. Так, ладно, давайте, следующая волна. Ну, 17 хп, это, наверное, уже две звезды. Я не уверен, но, по идее, да. Ну, чё поделать. Так, ну, с варгами справимся. Здесь, наверное, особо вроде не должно быть сложно. Отцеплено не прорваться, но тут. Так, а ещё варги. Вервольф. Опа. Тут он новенький. Вот такие. Некогда грозные воины, ныне объяты жаждой крови. А у них кровотечение после них, да? Высокая скорость, высокий урон и регенерация. Блин. ПП тоже дофигища. О, ну, у них слабая защита от магии. Это хорошо. Давайте-ка мы ничего кинем. Вот так вот. Это... Вервольф. Это волки или крысы, я не пойму. А может, это варги? Может, их у людей привлечили? Что-то в этом роде. Так, вот эту штуку сделаем. Скелет-рыцарь. Блин, да. Ты испугался. Я уж подумал, это падший-рыцарь идёт. Так, ну, в принципе, можно им следующую волну. Здесь сделаем телепорт. А потом нужно будет сюда мушкетёра тоже. Чтобы они из дальних рядов били. Опа, ваншот. Так. Интересно, куда к антиболотной тварь выйдет. Потому что здесь всё время что-то булькает. Вполне может, что к антиболотной тварь выйдет. Кстати, а каким-нибудь финальным боссом здесь вообще может быть какой-нибудь Франкенштейн. Или какой-нибудь учёный вместе с Франкенштейном будет идти. Так, ведьму не пропускаем. Всё. А, отсюда зомбарий выходит. Отроди. Отроди. Всё понятно. Это зомбарий у нас видимо. Хотя странно, конечно, что зомбарий из болота выходят. Нифига себе, неплохо так мушкетёра надамажил. Ой-ой-ой. Ведьмы, что-то вас за так много. Как будто хорошо, если ты вот этого запилишь. Ой. Надо запили. Так. Еее. Теперь иди в этот. Откинься чуть. Варги. Оборотень. Нифига себе. Блин. Не, там в следующий волну пока нельзя. И там ведьмы целёгом кейдут. Видите по ведьмам. Ветёры. Так, оборотень. Могущественные волны способны превращаться в ужасных тварей. Опять регенерация. Заражает. Ликантропией. Превращается в волка. А, вот он человек, видимо. Превращается в волка. Ликантропией заражает. Это, получается, мои тоже будут в оборотни превращаться? Так, у него 480 кп. А если в оборотни превратиться? Он, видимо, превращается, когда я его бью. Или, может, когда я его поймал, остановился? А может, он не превратится? А, нет, он в любом случае превращается. Понятно. Не, ну прикольно. Прикольные враги. Прямо такой резко вкрывается. Хотя, знаете, если со стороны посмотреть, что-то он не особо на оборотни похож. Ну да ладно. Так, давайте мы сюда еще магов сделаем. Я бы сюда еще одну теслу поставил. Но я не знаю, пойдут рыцари или нет. Видимо, они не пойдут. Потому что... Осталось буквально чуть-чуть. Но маг тоже лишним не будет, так что... Почему бы и нет. Вервагульф. Бар. Тут еще и оборотни. Давайте. Эти все-таки на крыс похожи. Хотя хвостов нет. Так, надо сюда жахнуть. Наловить. О, а уже 11-я волна. Первый турни немного быстрее проходятся. Нежели прошлый. Опять куча оборотней. Едьте, хочу и крысолать пойду. Ага. Все эти полу-люди, полу-звери, да? Ну ладно, давайте. Телепорт чуть-чуть улучшим. Эти вот... Эр-вольфы прям неплохо живут. У них броня вроде, да? А нет, у них к магам слабое уроня. Да я не знаю, че они так живут. Сюда кто-то нужны вот этого ядовитого. Так, сюда ныть, о. Давайте ловить. О, блин. Да что ты будешь делать? Прошли. сейчас еще могут пройти. Блин. Не видать нам трех звезд. Здесь все-таки надо было вместо вот этого мага казарму сделать. Хотя, если мы вот так сделаем, еще можно? Там расстояние не величествуется. Эх. Ну, протупили. Немного мимо я кинул. Хотел ведьму бить. Так, что-то у вас как-то много. Посадите, ребята. Блин. Мы вообще проиграть можем. Такими темпами. Крысоваки, всякие крысы. Тут оборотни с этим. Блин, что делать? Тут у нас каждый раз могут порваться. Надо что-то предпринять. Давайте-ка мы сюда этот делаем. Ярту большую. Так. Давай, пусти своё, это, ооо, неплохо. Может сюда вот этих? Варвара? Давайте Варвару сделаем. Дуфт танкует этот чувак, а Варвара будет тоже бить вдаль, почему бы и нет. Так, ага, ну, босса здесь точно нет, ну, понятно. Нет, так нет. Так, давайте Метеор. Ну, мы здесь пройдём. Если бы мы здесь, допустим, ещё одну Теслу сделали, а вот здесь вот, или вот тут казарма, то, скорее всего, мы могли пройти на три звезды. Эх. Так, чё-то тот ТМ много обратнее. Разорвали нашего ЭТОРа. Так, стоять. Ты чё? Воу-воу-воу. Чё вас так много-то? Хорош. Блин. Всё убили. Так, всё. Ну, две звезды. Эх. Ну-ка. Замок Блэкберна. О, мы к королю пришли. Тут, получается, будет главный злодей, да? А локация прям обширная. Ага. А никого, но никого больше не будет. Остался только главный босс. Ну, наверное, его мы будем побеждать в следующей серии. Это, возможно, получилось не особо длинной. Но я хочу последний уровень оставить на отдельную серию. Вот это как-то смутно быстренько прошло. Неожиданно. Особо прям мега жирных врагов здесь не было. Но они были все быстрыми. Стремительными. Прям быстро всё пролетело. Ладно. Если вам понравилась серия, то поставьте лайк, напишите комментарий. Ну и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход следующей серии. Потому что там нас ждёт финал. Спасибо, что смотрели. С вами был SkyMan. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok